Итак, уважаемые зрители и слушатели, я сегодня немножечко предстану перед вами в другой ипостаси, в другой функции и познакомлю вас с второй своей биографией, не только врачебной, но и творческой. Ну и, наверное, надо начать с классического текста, который многим вам знаком в виде песни, но тем не менее, неожиданно для меня, честно говоря, через достаточно большое количество лет, выяснилось, что эта песня очень популярна и популярна до сих пор. Итак, а ты опять сегодня не пришла, а я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят в душе колокола, и ты войдешь в распахнутые двери, перчатки снимешь около дверей, небрежно бросишь их на подоконник. Я так замерзла, скажешь, обогрей, и мне протянешь зябкие ладони, я их возьму, и каждый ноготок перецелую, сердцем согревая. О, если б ты вступила на порог, но в парк ушли последние трамваи, вот и опять сегодня не пришла, а я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят в душе колокола, и ты войдешь в распахнутые двери. На самом деле, очень часто спрашивают, как вообще это появилось. Песня была написана, когда мне было 16 лет, неполных даже. И, кстати, не так давно, летом, сюда приезжал в Израиль автор музыки, мой одноклассник, товарищ, он сейчас живет в Штатах. Он вообще до последнего не знал, что то, что мы написали, популярный, все поют, очень удивился и стал узнавать в Штатах, знают ли выходцы из Советского Союза. Оказывается, знают, он был очень удивлен. На самом деле, очень часто спрашивают, как эта песня родилась, и почему она моментально стала популярна во всем Советском Союзе. На самом деле, есть очень интересное объяснение, и как бы неожиданное немножечко. Дело в том, что тогда мы еще учились в школе, и у нас был замечательный, я считаю, школьный театр. Мы ставили спектакль, мы выступали, участвовали в конкурсах, и вот наше такое кредо творческое, театральное, были то, что сейчас называется мюзиклы. Тогда это еще не было мюзиклы, это были конец 60-х годов. Мы называли это музыкальная сказка. То есть брали сюжет традиционной известной сказки и переделывали его на современный лад. Ребята были музыкальны, хорошо пели, играли на инструментах, и все это было очень красиво выглядело. Так вот, в 1971 году летом был всесоюзный фестиваль самодеятельных в таких творческих коллективах. Проходил он в Ленинградской области на Карельском перешейке. Со всего Союза съехались вот такие коллективы, и мы привезли на этот фестиваль сказку «Золушка» в современном виде. Так вот, эта песня – это песня, которую поет принц, ожидая, когда же появится его избранница после бала, которая потеряла свою туфельку. И когда был заключительный день фестиваля, такая как бы избранная программа, показательное выступление, и как элемент показательного выступления мы пели эту сценку с этим текстом. Естественно, вы знаете, да, что молодежь, дети, они всегда все переписывают, записывают. Вот, и переписали слова, музыку этой песни, ноты, и разъехались по всему Советскому Союзу. И на следующий день практически весь Советский Союз запел эту песню, а потом она вышла на сцену, и вот так до сих пор живет. Очень интересно, оказалась ее история долгая, и никто не знает, собственно говоря, вот так, почему поют. Даже вот Маркин, певец, который пел, он все пытался выяснить, как же она появилась, появилась до тех пор, пока мы с ним не встретились здесь, в Израиле. Вот тогда он очень удивился, мы так хорошо поговорили с ним. Вот, и так она пошла. Значит, до того, как появилась эта песня, ну, так можно сказать несколько слов о моей творческой биографии, я писал достаточно давно, и мне так повезло, что несколько лет я учился в такой студии, сейчас это, как бы, такая уже гимназия при дворце пионеров в Ленинграде, там была такая творческая студия, литературная, как бы, как вот такой колледж, где именно преподавали, учили, там было отделение поэзии, прозы и критики. Вот, таким почетным ректором этого заведения учебного была замечательная советская поэтесса Ольга Бергольц, она, правда, болела уже к тому времени, как я поступил туда. Да, ну, у нас преподаватели были замечательные, известные поэты, и Александр Кушнер, кто, может быть, поэзию знает, любит. Вот, и в конце у каждого из слушателей, вот, поэтического такого отделения, был, как бы, да, отбирали известные поэты, которые, ну, являлись, как бы, наставниками. И вот мой наставник, недавно ушедший от нас, замечательный советский поэт Глеб Горбовский, он посмеивался надо мной, что мы оба авторы одной песни, которую все поют, но никто не знает автора. Он написал слова к песне, когда качаются фонарики ночные. То есть все поют, да, никто не знает, кто написал. Ну, вот он так, как бы, руководил моим творческим началом. И к сегодняшнему дню у меня вот готовые, вот здесь перед вами, как бы, так лежат, да, 17 сборников, которые вышли, вышли диски, вышли несколько, понимал, участие в нескольких конкурсах поэтических успешных и так далее. Ну, вот сейчас, наверное, да, я вам начну что-нибудь читать и начну, ну, как бы, вот, бонус такой, да, с стихов, которые еще никто никогда не слышал. Это стихи из новой книги, которая вот готовится, она еще, как бы, вот, да, не набирается, она еще в рукописи. И вы будете первыми слушателями, наверное, да, вот этих стихов. Так что, ну, несколько стихов из первой книги, из новой книги, которая, скорее всего, будет называться «На губах тишины». Ну, такое рабочее пока название. Вот, я читаю, я не помню практически ни одного своего стиха, поэтому я буду читать и прошу у вас прощения заранее. На губах тишины тает спелая мякоть рассвета, дремлет в неге ресниц, влажный сумрак предутренних грез, в белой спальне луны спит, по-детски раскинувшись лето, в колыбели корениц у баюков фонарики звезд. Только где-то вдали плачет осень грибными дождями, и под ранком кричит птица память всю ночь до утра, Боль вчерашних обид спелена в золотыми сетями, От забвения ключи сторожа от птицелова ветра. Нас уже не спасти, возвращаться – плохая примета. Торопыга зима серебром оскорпила виски, Земляника в горсти, замороженной музыкой лето, Нежный твой талисман, алым соком из теплой руки. Вот у замечательной поэтессы Лариса Рубальска есть такие строчки, в песне они поются, известные напрасные слова, я снова говорю, и вот так навеяло, да, это прекрасная песня, Вот такое стихотворение. Напрасные слова, между нами вечность, И каждая о своем, мы думаем сейчас, Летит красивый снег куда-то в бесконечность, Так глупо и смешно, чужими сделав нас. А снег почти как ты, упрямый и нелепый, Узнав, что ты ушла, весь день стоит стеной, И я, пьянющий в дым, тобой и этим снегом Пытаюсь протрезветь в постели у другой. Ты тоже где-то с ним, полетом невесомость, Его немой восторг, лекарство для души. Ты даже дышишь в такт, чтоб успокоить гордость, А ночь длиннее, чем жизнь, некуда спешить. Ну вот из старых сборников таких вот немножечко я довольно часто, практически в каждой книге составляю несколько стихов, Такие определенные циклы тематические. Ну где-то они, может быть, называются поэмой, Где-то, может быть, вот такие просто циклы. И интересно вот с ними работать, Интересно составлять. И вот для любителей, скажем, Вот один из таких циклов Называется Королевский бал, Где все основные виды бальных танцев, Они фигурируют как стихотворный ритм. Ну, например, вот такой танец, как балеро. Примерно в стихотворном представлении выглядит так. Вечер обволакивает, как воск, Ритм желая до смерти затравить, Ах, какой загадочный парадокс, Это невостребованность любви, Ах, какое жаркое балеро, Ах, какое томное, не хочу, Взломан ненадежный пароль, Все слова полнейшая, Чушь нежно-элегантная, Декольте терпкое, Пьянит нас бордо, На плече танцующие, Как тень лепестки упавших цветов. Вот такое балеро прозвучало. Ну, как вы понимаете, Времени у нас немного, Читать можно достаточно много, Но вот, естественно, Основные события, Основные вехи в моей жизни, Они не могли не отказаться, Не отразиться в стихах. И вот один из циклов, Изданных, написанных, Он посвящен ребятам, С которыми мы сталкивались, Ну, вот на протяжении 8 месяцев Сталкивались в Афганистане, С которыми, в общем-то, проходили много, Некоторые, некоторое достаточно Большое количество ребят не вернулось. И вот... А что вы делали в Афганистане? Ну, в Афганистане я... Ну, да, Орден Красной Звезды. А что это такое? Это за участие в боевых действиях. Ну, врач, он всегда остается врачом. И я не могу сказать, Что вот, как бы, да, вот Проходил с Боями там, да, вот там От Кабула до Ташкента. Но дело в том, что Моя задача была Это вертолетная Вертолетная рота. Мы вылетали в Места боев, места боевых действий. Как бы тогда высаживались С вертолетом Оказывали первую помощь И раненым. Забирали И вывозили раненых И убитых. Ну, и, в общем, Практически в 7-8 месяцев Мы были, ну, вот Практически под постоянным огнем. Приходилось и Пострелять, приходилось и Непонятно, как возвращаться. Практически всегда Я не, ну, вертолеты Всегда были, скажем так, Простреляны, потому что Ну, понятно, что по движущимся Мишеням всегда стреляют Достаточно часто. Ну, и На память из Афгана В самом конце я привез Определенное количество Металла, которое во мне сидит И которое вот уже на протяжении Тридцати с лишним лет Не могут никак до конца вытащить. Вот. И Скоро 15 февраля Вот такой наш Ну, праздник, да, скажем. Да, вот Всегда люди, прошедшие Эту войну, отмечают Два дня Это Девятое мая Всегда И 15 февраля День вывода Войск из Афганистана Ну, вот Последний раз мы вылетали В Афганистан Уже позже Где-то числа 17-го 18-го Был наш последний вылет Забирали остатки Госпиталей, которые там Оказались остатки Гражданских Наемных работников Которые Ну, так не успели выйти Вот мы их вывозили Поэтому Наша рота чуть-чуть вышла Последняя Вообще Последний солдат Вышел из Афганистана 15 февраля И вот Отрывок из Стихотворения Из этого цикла Как раз Вот об этом событии Я вышел из Ада В 14.20 Я смог Наконец Доползти Прорваться Вернуться сюда Из далекого Где-то Я вышел И тихо заплакал От света Я смог Сквозь века Дотянуться до цели Я думал Приду и начнется веселье Бежал Задыхаясь Мечтая о чуде Пришел На меня смотрят новые люди И мне говорят О тебе все забыли А сзади остались Кровавые мили А дом-то вы твердят мне Помойная яма И сам-то исчез В грудах старого хлама Ну, как мне во всем разобраться Ну, как мне во всем самому разобраться Я вышел из ада В 14.20 Ну, вот примерно так мы оттуда выходили Ну, и невозможно, конечно, не отразить в стихах Вот то, что было В 41-45 годах Все-таки я родился И всю жизнь сознательно прожил В Ленинграде Мои родители непосредственно Пережили В большей степени Пережили блокаду Папу вывезли Через дорогу жизни Мама Прожила практически всю блокаду В Ленинграде Поэтому невозможно было не отразить историю войны Историю блокады У меня есть цикл «Война» И вот в стихах я всегда стараюсь писать так Как, ну вот, скажем, не повторяться Как вот, ну, никто до сих пор как бы не писал И вот с этим стихотворением Которое я вам сейчас прочитаю Есть тоже очень интересная история Из-за этого стихотворения Меня чуть не выгнали из института С третьего курса Четвертого даже, по-моему, курса Тоже интересно Я вам потом расскажу Когда прочитаю Вот история посвящена Стихотворение посвящено блокаде Это был такой блокадный триптих Ну, вот первая часть блокадного триптиха Вот, это звучит примерно так Я умер от голода В сорок втором Зарыт безымянным в братской могиле А вы, что сидите за сытым столом Обо мне вы забыли Вы забыли о той О холодной зиме Скрип полозив пронзительно тонок А на саночках В простыне Ваш ребенок Что сидите вы Рюмки поднял за столом Интересно вам это Едва ли Это вы в том проклятом сорок втором Карточки потеряли Все прекрасно у вас Но не жизнь, а клад Сыновья растут ваши И дочки Вас Прямым попаданием снаряд Разорвал на кусочки Вам блокадой уже не забить головы Но зачем вспоминать в самом деле Ту последнюю зажигалку Что вы потушить не успели Я умер от голода В сорок втором Зарыд безымянным в братской могиле А вы, что сидите за сытым столом Обо мне вы забыли Ну вот история Да, если интересно Что произошло Дело в том, что Наш институт Рассказать нам интересно Наш институт Который я заканчивал Ленинградский педиатрический Медицинский институт Сейчас академия Он был создан в блокаду Его основали в сорок первом году Именно для помощи Выхаживания маленьких детей Которые вот остались в блокаде И умирали от голода И вот Это был сорок первый год Значит Была юбилейная дата Со дня основания Был праздник Институту вручали Орден Красного Знамени Приехали там Замминистры здравоохранения Секретарь горкома партии Ленинградского сидел Вот был такой президиум Ну и Как всегда После торжественной части Был концерт Ну вот Ну и Меня попросили прочитать Блокадный триптих Вот А теперь Без всякой задней мысли Я это честно говоря Не специально сделал абсолютно Вот Ну так Между нами Мы еще для храбрости Немножечко так Приняли чуть-чуть Вот А теперь Представьте себе Картину Реально Когда вот сидят Руководство Города Ленинграда На минутку Да Министерство здравоохранения За столом Где там стоят Там фрукты Бутылки Минеральная вода Я стою перед ними Читаю строки А вы что сидите За сытым столом Обо мне вы забыли Совершенно непроизвольно Совершенно машинально Делаю вот такой жест Да А вы что сидите Вот так вот Показывая на них Скандал был страшный Конечно Вот Но вот Отстояли все-таки Меня и меня не выгнали Ну вот такая История была Вот Естественно Невозможно Не Писать Невозможно Не говорить О Моих Ну Не коллегах Наверное А учителях Поэтах Которых я очень люблю Которые Вот У которых Как бы Я учился Не лично А по стихам Ну вот Одно из стихотворений Посвящено Марине Цветаевой Вот Опять же Я постарался Как бы так Рассказать О ней так Как Ну вот До меня Никто не говорил Чтобы не повторяться И так Марине Цветаевой Посвящается Ненадобно Ушедшим Лезть И почести В слюде Мгновений Азбергами Льды Сбилось Строки Надменное Пророчество Не отыскать Не вымолить Следы Почувствовать Сквозняк Тропы Кладбищенской Не потревожив Буйство Лопухов В покой Последний Царственный И нищенский Шептать Псалмы Ее живых Стихов День Невозвратно Золотой И ветреный Любимая Забудь Прости Прильни Зов Перекрестка Мы с тобою Рекруты Невыплаканной Прерванной Любви Над камой Осень Пахло Спелым Яблоком Судьбы Случайность Времени Тупик Плыл теплоход И мы на нем В Елабугу К цветаемой К Марине Как в родник Сгореть дотла В осиновом пожарище Сгодится может Кто-нибудь Любой Вздымает В небеса Воздушным шариком Опущенным Безудержным Любовь Причал Бринчала осень Пьяным лабухом Напополам Ломали Черный Хлеб Прощалась С постояльцами Велабуга Метлой Пылила Заметая След Ну вот Такое Стихотворение Ну и Наверное Чтобы так долго Вас очень Не мучить Ну наверное Немножечко Немножечко Лирики Да Все-таки Основные Основная тема Моих стихов Это лирика Это любовь Это ну скажем Любовь Немножечко 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 Есть и у Давида Всем на память Неважно как Все Спасибо Аплодисменты Аплодисменты